когда все вокруг говорят лишь о том что ремастер gta кусок полного говна тогда тебе хочется побольше узнать про все эти игры и выпущенные на новом движке если честно мне было наплевать абсолютно на все на графику на цены на модель кино текстурки на все я просто был рад тому что об этих частях помнят и было бы это любая другая студия с похожими играми на нее бы не обрушилась только хейта но нет это рукстар это пацаны подарившие нам детство и когда речь заходит про три первых трехмерных части gta то тут конечно нужно было очень постараться с одной стороны алды которые застали оригиналы они жалкие копии а с другой стороны как бы ньюфаги которых нужно чем-то удивить и завлекать как минимум лично я ждал того что персонажи наконец-таки научат плавать движок вроде как поставили другой и это самое то чтобы научить протагонистов рассекать руками водную гладь спойлер не научили с этого момента я понял что абсолютно все претензии которые высказывают к переизданию они абсолютно точно объективны и обоснованы на все ну и может быть даже не сто процентов но как минимум девяносто девять и девять суки вы просто всем в душу плюнули признаюсь честно gta 3 я не проходил абсолютно не интересный сюжет этот вот знаете какой-то оксимироновский сюжет неразделенная любовь посреди все вот этот гангстерской оболочки серого и унылого либерти сити она его кинула он ей там всю эту игру мстит скучно абсолютно пустой город там нету запоминающихся мест в отличие от того же вай сити протянуть дальше первых трех миссий в оригинале было ну прям очень сложно что же в ремастере все еще хуже когда ты начинаешь играть вот эта первая миссия на машине у тебя какой-то диссонанс то есть даже в оригинале все было не такое ватное а тут вроде как новая графика новая модельки окружение но ты играешь и просто не можешь понять в чем же тут проблема почему все вроде как новое современное за точно под все вот эти вот новые каноны а игра ощущается будто гт опять не потянуло и ты решил модов накатить только не ты выбираешь все эти моды а ты какую-то ну готовую сборку купил которые собрали за тебя и обошлось тебе все это в четыре тысячи триста рублей пацаны вроде как и олдфагов не хотели расстраивать сильно и оставили все как есть но при этом и для ньюфагов сделали что-то современное по факту в это не смогли играть ни тем ни другие для чего все это затевалось я думаю никто таки не понял в игре была ужасная стрельба и по сути в ремастере это должны были поправить посудите сами камеры в машине теперь можно крутить эту ошибку они смогли исправить они даже меню выбора оружия из gta 5 взяли но стрельба как по мне стало еще хуже теперь при стрельбе у вас есть какой-то всратый таргет который никак не исправляет всю вот эту вот деревянную стрельбу но зато теперь он есть и вроде как должно быть получше у города в оригинале был свой стиль такие мрачные кварталы постоянный дождь темная ночь в общем вылитый петербург сейчас город стал безликим он действительно не запоминается возможно это только у меня так но факт остается фактом город оставляет такое впечатление по крайней мере когда ты только заходишь в игру ведь посудите сами в gta в и сити это солнечный майами со всеми вот этими неоновыми цветами в gta sanders это целых три города у каждого из которых свои районы в которых свой уникальный запоминающийся стиль и все такое в оригинале тройки у города тоже был свой характер но сейчас его просто нет а этот дождь в самом начале который больше похож на какой-то бесплатный футаж с ютуба прикрывающий половину обзора и все это на максималках просто ужасно подводя итог по тройке можно сказать что разрабы хотели угодить и тем и другим а по факту просто сделали какой-то пластилин который ты к тому же не можешь слепить сам моя оценка 3 из 10 ох с этим ремастером у меня связана отдельная история если на gta 3 мне было абсолютно все равно у нее никогда не получалось меня затянуть то вот за gta вай сити я провел не одну бессонную ночь еще в детстве когда я не знал что можно выполнять миссии я ездил по городу давил проституток собирал 6 звезд розыска и на танке пытался уехать от всего этого кипиша но когда я в детстве открыл для себя миссии эта игра заиграла новыми красками но вот только был один нюанс главный персонаж томми он не умел плавать и как бы ничего страшного наверное но иногда во время какой-нибудь очень важной миссии когда ты уже почти ее прошел и нужно только сесть в лодку и уехать ты случайно мог прыгнуть на пиксель дальше или ближе от этой лодки и просто упасть в воду без возможности выбраться рукстар я конечно все понимаю но к чему такие радикальные меры я никогда не мог понять допустим в прототипе когда ты прыгаешь в воду ты не умираешь нет ты просто телепортируешься на сушу почему тут так нельзя было сделать типа нереалистично или вроде того ну так то что персонаж умирает в воде это тоже не особо реалистично в чем была проблема так вот запускаю я gta вайсити дефинитив эдишн и самое первое что мне хочется проверить это научили ли персонажа плавать я подъезжаю к пляжу заложу в воду и вижу что здоровье отнимается то есть персонажа так и не научили плавать и это все в ремастере за 4400 рублей 20 лет прошло 20 долгих лет и за все это время персонажа так и не научили этому легкому действию но это мелочь почему лица героев выглядят так будто они какие-то мультяшные подделки будто какой-то вася мододел очень любил фортнайт или другую игру по мотивам вот всех этих мультиков и решил своей любимой gta вайсити накатить вот эти вот мультяшные лица стоит заметить что в более младшей в более старшей версии всего этого ремастера которая подверглась всем вот этим вот изменениям такого нет при этом интерьеров к сценах выглядят нормально но вот персонажи конечно оставляют желать лучшего а так если говорить по существу то играть конечно можно но с тем же успехом ты мог просто накатить графические моды на gta вайсити а я уверен что такие есть даже после удаления с всеми известного сайта только при этом ты бы все эти моды мог подогнать под себя и сделать игру такой какой она бы тебе нравилось миссия с вертолетиком все такая же легкая а повреждения машин все такие же какие были 20 лет назад в общем ничего нового в gta san andreas рассчитывать на то что персонажа научат плавать или как-то потянут стрельбу не приходилось игра 2004 года даже сейчас вполне себе неплохо играется и в плане стрельбы и в плане сюжета и в плане ощущения всего этого игрового мира и поэтому ну не сделать хорошую игру тут наверное будет сложно и знаете мне вот эта вот игра даже нравится особенно если купить ее на торрентах нет действительно меню выбора прически изменили она стала намного удобнее правда наверное но как-то больше за точно под мобилки но разве это минус скорее всего это значит еще и то что рукстар собирается выкатить эти ремастеры на телефон за какой-нибудь демократический ценник в тысяч шесть рублей в любом случае это меню стало удобнее и так во многих мелочах это действительно радует все стало намного удобнее даже анимация закраски граффити когда она не просто появляется из пустого места а по частям вырисовывается на стене правда цветовая гамма мне не особо нравится по моему игра стала какая-то уж чересчур темная особенно это видно в кассценах в которых порой бывает вообще ничего не видно это на максимальной яркости возможно это чисто моей придирки но в остальных частях ремастера тройки вай сити было нечто подобное вполне возможно что просто не так сильно бросалась в глаза но тем не менее цветовая гамма стала темнее во всех трех играх по итогу из всего ремастера более менее играбельно оказалась последняя часть наверное потому что вышло позже всех и исправить что-то вне оказалось легче чем в остальных частях я не знаю и могу только догадываться впрочем как и вы лишь один вопрос меня волнует больше всего можно ли будет установить сам на эту версию gta сан-андрес подводя итоги нужно сказать что ракстары пытались что-то сделать чем-то завлечь и новых игроков и заставить вспомнить старые олдовых игроков получилось ли у них это думаю что вряд ли своих официальных аккаунтах они уже принесли изведения за многочисленные баги пообещали поправить все патчами и вернуть старой версии gta в магазины а также всем тем кто уже купил дефинити эдишн бесплатно дать эти самые старые версии легендарных игр и лично я не думаю что это поможет ведь когда играм уже под двадцатку и закоренелые фанаты прошли сюжетку уже по раз пять нашли все пасхалки секреты тайны то хочется не простого редизайна и улучшения некоторых моментов игры по типу интерфейса а хорошего переосмысления всей трилогии ремейка расщедрится ли рук старый ремейк или забьет на все это и уйдет дальше да и деньги за гта онлайн остается только гадать хотя конечно для многих людей в комментариях этот вопрос он скорее будет риторическим но я не терю надежды и верю что через лет двадцать после всех этих ремастеров выйдет уже хорош добротный ремейк на все эти три части и люди которые уже давно не будут помнить про всю эту трилогию которых уже появятся жены дети возможно даже внуки они зайдут на какой-нибудь рутрекер и скачав ремейк трилогии проронят скупую мужскую старческую слезу конец